Три золотые и одна бронзовая медаль. С таким результатом дагестанские спортсмены вернулись из Италии. Там в Милане проходил чемпионат мира по смешанным боевым искусствам. Дома в Махачкале призеров встречали родные, близкие и болельщики. Все подробности у Курбана Рагимова. Этот титул чемпиона пока самая значимая награда в карьере 17-летнего Рамазана Абакарова. Воспитанник Бадави Гасанова прежде уже выигрывал подобные соревнования. Однако в этом году была своя особая мотивация. Я дрался на чемпионат мира в 2015-2017 году. И там не было пояса. А вот здесь уже давали пояс. И пояс был для меня мотивацией. Соревнования прошли хорошо. Выиграл три боя. Досрочным выиграл в первом раунде. Соперники были. Первый бой провел с немцем. Второй австралиец был и третий итальянец. Триумфу в Милане предшествовала серьезная подготовка. Два месяца. Утром и вечером спортсмены тренировались под руководством своих наставников. Усердный труд всегда окупается. Бойцы оправдали надежды тренеров. На чемпионате России выступали очень много наших ребят. Выиграли отбор. Правда, попали на чемпионат мира мало кто. Силу разных причин. Ребята готовились усердно. Два раза в день тренировались они. Готовились, пахали. И вот результат получился хорошим. Все с медалями приехали. Помимо Рамазана Абакарова, пояс чемпиона на родину привез Ахмед Шабанов. Бронзу завоевал Раджаб Хайрудинов. Он не смог продолжить турниры за травмы. А еще одно золото на счету у молодого дарования Ибрагима Раджабова. Я дрался с итальянцем. В голову бить нельзя было. Я проходной сделал, повалил его и на руку вышел. То есть с болевым приемом? Да. Победы дагестанцев помогли национальной сборной выиграть общекомандный зачет соревнований. Всего на счету россиян 25 золотых наград. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.